Начало получилось, начало было неплохое, оно за нами было, и вообще контроль был в принципе там первые минут 30, наверное, наш. Потом потеря концентрации, и первый гол получили, и тут же второй. Это связано с психологическим состоянием футболистов. Ну и плюс физически. Если физически команда перегружается, то это сразу ЦНС напрягается и уходят ошибки. Поэтому мы, я пришел, за два дня не знал определенное состояние футболистов, но эта игра показала, что на чем нужно работать. И ребятам надо дать должное, надо им сказать спасибо, потому что на характере все-таки им было видно тяжело, именно физически. А когда ты физически не подготовлен, тогда у тебя уже и нарушается и действия, и ошибки, и из-за этого может быть стечение обстоятельств. Уже там к 60-70 минуте люди подсели, и начались уже большие разрывы, и Оренбург имел очень много подходов. Если в целом взять игру, Оренбург переиграл заслуженно, поздравляю команду. А мы двигаемся дальше, для нас это информативно очень. У нас будет сейчас до 10-го числа недельный цикл, поэтому мы знаем, на чем готовиться, будем двигаться дальше. Да я не думаю о времени, надо всегда думать, если мы думали, что будет через 3 месяца, мы не знаем, завтра что с нами случится. Каждый день это работа, каждый день труд. Тренер, он всегда в поиске, всегда может в любой момент либо уйти, либо прийти в какую-то другую команду. Поэтому моя задача каждый божий день уделять время работе своей любимой и делать наших футболистов сильнее. Есть такое понятие психология победителя, она у нас тоже должна вырубаться. Когда команда попадает в определенную психологическую яму, ей тяжело из нее вылезти. Как можно это сделать? Только через работу, через пахоту, только через определенные какие-то психологические вещи, настрой. У нас есть команда, у нас хорошая команда и хорошие футболисты. Просто надо дать время, чтобы это все принеслось на футбольное поле. Чудес не бывает. Мы перестраиваем игру. А чтобы перестроить игру, в любом случае нужно определенное время, чтобы прошло. Другой вопрос. Я не боюсь этого. Это да, это есть. И я хочу проплывать. У меня есть определенный футбол, который я хочу видеть у своей команды. И он будет. Рано или поздно он будет. Какой футбол хотите? Агрессивный футбол, с владением мяча, с яркими моментами, чтобы с моей командой все играли от обороны и боялись ее как огня. Вы понимаете, что психологически, когда команда проигрывает, она все равно на каждого футболиста действует такое удручающее настроение. Да и на тренера. Но с поражением можно же сделать выводы и двигаться дальше. Я не сомневаюсь, что мы сделаем выводы и пойдем дальше. А дальше мы увидим, что будет. Да никого я не считаю виноватых. Это требование тренера. Все, что происходит на футбольном поле, единственный, кто виноват – это тренер. Лей, еще вопрос? Вы застали немного еще Фанелла. Как он там все изменился? Пример Лиги? Да, очень хорошая команда. Она и Фанелли была хорошая команда. Я специалистов выделял всегда, потому что он все-таки продуктивный, атакующий футбол тоже проповедует. Очень хорошая атмосфера. Много людей приходит. Вообще, команда с моим участием очень проходит так ярко здесь. Игры все время такие вот, как сегодня. Яркие. Мы вообще футбол любим из-за этого, из-за яркости. Сегодня выиграл Оренбург. Но болельщики довольны. Это хорошо. Но нашу победу тоже любят. Спасибо.